Доброе утро, дорогие друзья! Роботов, можно сказать так, да? Артём Дмитриев, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Инна, арт-проект уже знаком жителям Екатеринбурга. На животах будущих мам художники рисуют картины. Всё правильно? Да, это уже в третий раз проходит арт-проект в Екатеринбурге. Сколько участников ждёте в этот раз? У нас будет участвовать 100 будущих мам, которые станут моделями конкурса художников. 25 художников, из которых 20 уже набраны. Опять мы ещё приглашаем, набираем и 100 семей. Наши телезрители сейчас могут увидеть на своих экранах эти шедевры, которые рисовали художники, дизайнеры, декораторы на животах будущих мам. Вы посмотрите, там очень, кстати, даже очень много известных фамилий наших художников. Я знаю Лена, Кадрёва и прочие, да, рисовали это, но... А тематика какая-то есть? В принципе, она определена названием и темой. Это будущее мамы, это жизнь, любовь, там, всяческая милота. И ещё она определена, Даша, между прочим, сроками беременности, потому что чем больше живот, тем больше материала можно... Больше холст. Есть какой-то крайний срок? Главное, чтобы не родила прямо на конкурсе. Главное, чтобы не на площадке. А так нет, на любом сроке. Ну, естественно, чтобы был хотя бы чуть-чуть заметный животик. Ну, нынче в празднике принимают участие не только мамы из живота и художники, но я, насколько понимаю, и тема трансформеров тут очень важна. Расскажите нам, Артём. Здравствуйте. Безусловно, в данный момент очень пользуюсь популярностью шоу на подобных проектах, фестивалях и мероприятиях, которые мы, в принципе, и хотим устроить. Показать наших замечательных трансформеров в данный момент можно видеть Бамблби на этом мероприятии. Но я, насколько понимаю, у него не совсем обычный костюм. Мы привыкли, когда шоу у роботов, это пластик, металл, это здесь что-то полегче. Здесь специально, что полегче, чтобы человек мог как можно дольше находиться в образе робота, да, это специальный материал, специальная лёгкая резина. Очень красиво, между прочим, очень пластично. Сколько можно находиться в этом костюме по времени? Ну, до полутора часов без проблем. А потом скидываешь вес, просто. А потом скидываешь, да, вес. А маленькие гости не боятся таких больших роботов? Нет. Как они вообще реагируют? Как дети реагируют? Реагируют очень хорошо, то есть они удивляются в виде тех самых замечательных роботов, которых они видели на... В мультиках где-то, да? Да, не в мультиках, в фильмах трансформеры. И наоборот, больше радуются, нежели пугаются, больше, чем взрослые даже. А они не пытаются проверить его на подлинность? Ну, там, где-нибудь что-нибудь отколупать, нажать на него, надавить? Ну, если это не контролировать, то получается у них. Вот, посмотрите, Бамбл Би даже кивать начал. Вообще, он прекрасно. Я думаю, что... Давайте оставим сюрпризом, будет он сегодня двигаться и в студии или нет. Оставим сюрпризом, чуть попозже. Да, вот так, Бамбл Би, оставайтесь в неподвижном состоянии, а мы продолжим наш разговор. Инна, скажите, вот если зрители, которые сейчас видят и слышат нас, захотят попасть на праздник, что нужно сделать? Надо зарегистрироваться на сайте семья.рф.ком, это сайт журнал «Шпаргалка для родителей», заполнить всяческие графы, нажать кнопочку «Отправить», и мы ответим и сообщим, какое время можно прийти на праздник. Он будет с 11 до 3 часов длится во Дворце молодежи. А когда заканчивается регистрация? На самом деле в семейной зоне у нас уже есть запись полная и даже в резерв, а будущих мам мы будем записывать до тех пор, пока не наберется 100 человек, то есть еще где-то 25 мест у нас есть. И получается, что каждая мама получает бесплатный пузи-арт, бесплатную фотосессию и еще подарок от нашего журнала, поэтому мы всех приглашаем и художников тоже приглашаем. Это называется пузи-арт? Пузи-арт называется. И на сколько времени уже существует этот проект? Мы проводим каждые полгода, соответственно, первый раз мы 1 августа 2015 года проводили его. А нет каких-то фактов, какая-то мамочка пришла, которая уже у ляльки говорит, у меня лялька в полгода рисовать начала после вашего пузи-арта. У нас есть мама, которая сначала сходила на пузи-арт, потом выиграла в нашем следующем мероприятии, там первое место занялась двухмесячной малышкой, потом у нас будут ползунки на перегонки, потом ходунки на перегонки. Это мы уже вот тех, кто к нам попал на этот пузи-арт, уже потом развлекаем каждый месяц. А давайте развеем опасения молодых мамочек, которые наверняка думают, что красками рисовать опасно. Нет, конечно, наши художники используют гипоаллергенные специальные краски для тела, они абсолютно безопасны, и у нас никогда не было никаких проблем с аллергиями или какими-то другими такими вещами. Но если мы через несколько минут увидим, как двигается всё-таки Бамблби, всё равно развейте все наши сомнения, что будет происходить 14 августа на площадке. У нас семьи с детьми будут рисовать свои картины, каждый свой фрагмент, и параллельно будет работать зона для будущих мам, где в 4 тура пройдёт конкурс мастеров боди-арта. И одновременно будут выступать певцы, танцоры, и вот наши замечательные гости, роботы-трансформеры придут в 12.45, по-моему. Поэтому даже если вы не участвуете в празднике, вы можете прийти туда, там будет развлекательная зона, всё бесплатно, пообщаться, пофотографироваться с трансформерами, всем желающим, безо всякой регистрации можно. Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, будущие мамы, но во всяком случае, сейчас мы тот сюрприз, который вам обещали, предоставим, да, Даша? Покажем, конечно. Я предлагаю тебе сначала представить наших гостей, сказать им большое спасибо. У нас в гостях, напомним, была главный редактор журнала «Шпаргалка для родителей» Инна Барташ и также руководитель шоу роботов Артём Дмитриев. А также робот Бамблби, друзья, смотрите, как он танцует. Всем привет, жители планеты Земля! Куда это меня занесло? Так, получаю координаты со спутника. Город Екатеринбург, Утро ТВ. Воу, всегда мечтал попасть на телевидение. Возьмите меня крупным планом. Ближе, ближе, ближе. Вот так вот. Земляне, передаю всем привет от Бамблби. Настало время зажигать. Ну что, и ты, и ты, и ты, и ты повторяем за мной. Поехали! М-м-м, ну ты красотка! Воу-воу! Ну ты здоровый! Ха-ха! Отличный прикид у тебя! Ну что, 14 августа всех жду на арт-проекте «Я рисую жизнь» во дворце молодежи. И, друзья, сегодня Утро ТВ просто зажигает, 2 августа. И мы прощаемся с вами. Эту программу подготовили и провели. Дарья Анонична. И Максим Ложкин. Увидимся с вами завтра с 7 до 9.30. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok